Ситуация на Донбассе обострилась. За минувшие сутки боевики открывали огонь 80 раз. Четыре украинских армейца были ранены. Самая напряженная обстановка в районе Авдеевки, Песок и на подступах к Мариуполю. Противник обстреливает даже наблюдательные пункты ОБСЕ. Об этом подробнее расскажет Игорь Левинок. Ну а такого, чтобы САУшки давненько уже не стрелял. САУшки. На армейском языке это самоходные артиллерийские установки. Бьют снарядами калибром 122 мм. Именно из таких оккупанты обстреляли район Богдановки, недалеко от Мариуполя. Военные собрали несколько килограммов осколков, намерены передать в ОБСЕ. Говорят, этот обстрел будто плевок в лицо международной миссии. Враг открыл огонь по вышке, на которой расположены камеры наблюдения ОБСЕ. Согласно минских договоренностей, именно на этом участке линии разграничения Богдановка-Петровская должен был произойти отвод тяжелых орудий. Но враг грубо нарушает все соглашения и бьет из запрещенных калибров, несмотря на то, что в этой местности расположено очень много наблюдательных пунктов ОБСЕ. Увеличение количества обстрелов, ежедневные огневые атаки с применением артиллерии и бронетехники, участившиеся удары по мирному населению. Исходя из этого, армейцы не исключают. На Донбассе может начаться новая фаза противостояния. Работают танки у них, савушки работают. Но градов пока не доходит, но все, как говорится, впереди. Но как бы там ни было, военные уверяют, имеют достаточно сил и средств не только для того, чтобы отразить атаки врага, но и пойти в наступление. Из Донецкой области Игорь Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер.